Всем привет! Меня зовут Стасья Иванова и вы находитесь на канале Бисероплетение. В сегодняшнем мастер-классе мы будем делать объемную принцессу Бель. Посмотрите, какая красавица у нас есть. Посмотрите, какое красивое платье у Бель. Я решила сделать ее очень объемной и добавила декор в виде валанов. Я надеюсь, что мастер-класс вам понравится. Приступим к выполнению. Для того, чтобы сделать красавицу Бель, нам понадобится 6 цветов. Это коричневый, золотой, желтый, белый, розовый и черный, а также терпение и вдохновение. Приступим к мастер-классу. Берем проволоку длиной 80 см сечением 0,3 мм и набираем первый ряд. Он состоит из 6 коричневых бусин. Набрали первый ряд. Его мы не переплетаем и отправляем на середину проволоки. Далее набираем второй ряд. Он состоит из 1 коричневый, 5 желтых и 1 коричневый бусин. Набрали второй ряд. И сейчас я вам покажу технику параллельного плетения. Смотрите, у нас на одном конце проволоки набраны бусины, на другом конце проволоки ничего нет. И концом второй проволоки мы проводим насквозь через все бусины второго ряда. Вот таким образом. И теперь затягиваем второй ряд к середине, к нашему первому ряду. После того, как вы все затянете, должно получиться вот так. Теперь набираем третий ряд. Он состоит из 8 коричневых бусин. Набрали и теперь повторяем технику параллельного плетения. Смотрите, на одной проволоке у нас с вами 8 коричневых бусин. На другом конце проволоки у нас ничего нет. И концом второй проволоки мы проходим насквозь все 8 коричневых бусин. Вот таким образом. Вот так. И теперь затягиваем концы проволоки. Придвигаем третий ряд ко второму. После того, как вы все затянули, должно получиться вот так. Теперь набираем четвертый ряд. Он состоит из 4 коричневых, одной белой и 4 коричневых бусин. Набрали и теперь переплетаем так, как я вам показывала ранее. И затягиваем весь ряд к нашему плетению. Макушка готова. Набираем пятый ряд. Он состоит из 1 коричневой, 6 белых и 1 коричневой бусины. Набрали, переплетаем и затягиваем. Набираем шестой ряд. Он состоит из 1 белой, 1 черной, 3 белых, 1 черной, 1 белой бусины. Переплетаем и затягиваем. Вот так должно получиться. И далее нам необходимо сплести хвост. Для этого на проволоку с любой стороны, которая вам больше понравится, мы набираем 10 коричневых бусин. Набрали и отправляем к плетению. Вот так и поступаем следующим образом. Весь ряд мы придвинули плотно к голове. Отодвигаем крайнюю коричневую бусину, 1 и 2. И через вторую бусинку, вот через эту, мы проводим проволоку насквозь. Вот таким образом. И теперь смотрите внимательно. Продвигаем весь ряд близко к голове бель. Держим пальцами и затягиваем проволоку. Вот так. Должно получиться вот так. Смотрите, это уже начало нашего хвостика красивого. И теперь на эту же проволочку мы набираем с вами 5 коричневых бусин. Отправляем их к плетению. Вот так. И теперь поступаем следующим образом. Смотрите, в предыдущем ряду, где мы набирали 10 коричневых бусин, у нас есть первая бусинка, которая лежит ближе всего к голове. Вот эта. И через нее мы пропускаем проволоку насквозь. Вот таким образом. И затягиваем конец. После того, как вы все затянете, должно получиться вот так. И далее мы набираем седьмой ряд. Он состоит из одной желтой, одной розовой, четырех белых, одной розовой, одной желтой бусины. Набрали, переплетаем и затягиваем. Набираем восьмой ряд. Он состоит из двух коричневых, двух белых и двух коричневых бусин. Переплетаем и затягиваем. Этот ряд необходимо затянуть ровно посередине, для того, чтобы наша фигурка была полностью ровной, когда мы плетем. Далее набираем девятый ряд. Он состоит из двух золотых, четырех белых и двух золотых бусин. Набрали, переплетаем и затягиваем. Далее нам необходимо сделать руки. Для этого на любую из проволок мы набираем с вами одну золотую, одну белую и четыре желтых. Будьте внимательны, набираем именно в таком порядке. Набрали и отправляем к плетению. Вот так. И теперь плетем следующим образом. Смотрите внимательно. Отодвигаем одну крайнюю желтую бусину. И через оставшиеся три желтых, одну белую и золотую пропускаем проволоку насквозь. Вот таким образом. Придвигаем весь ряд плотно к телу. Держим пальцами и тянем конец проволоки и затягиваем. И вот такая ручка у нас с вами получилась. Желтые это перчатки. Золотой это у нас красивый кант у платья. Далее на противоположную проволочку мы набираем бусины в таком же порядке. Одна золотая, одна белая и четыре желтых бусины. Отправляем бусины к плетению. И все повторяем. Смотрите внимательно. Отодвигаем одну желтую бусину. И через оставшиеся три желтых, одну белую и золотую проводим проволоку насквозь. Вот таким образом. Далее придвигаем весь ряд плотно к телу. Держим пальцами и тянем за конец проволоки. И затягиваем ряд. После того, как вы все сделали, должно получиться вот так. Я надеюсь, что у вас все получается. Если у вас не получилось с первого раза, не расстраивайтесь. Чуть-чуть приноровитесь и у вас все получится. Далее набираем десятый ряд. Он состоит из трех золотых, одной белой и трех золотых. Набрали, переплетаем и затягиваем. Должно получиться вот так. Далее набираем одиннадцатый ряд. Он состоит из пяти желтых бусин. Набрали, переплетаем и затягиваем. Вот таким образом. И набираем двенадцатый ряд. Он состоит из шести желтых бусин. Переплетаем и затягиваем. У вас должно получиться вот так. Будьте внимательны. Плетение у нас с вами объемное. И для этого нам необходимо сместить вот этот вот желтый ряд, который только что мы с вами сплели. Для этого мы делаем вот так. Смотрите. И юбочка уже началась. Смотрите. Вот таким образом. Далее набираем тринадцатый ряд. Он состоит из восьми желтых бусин. Набрали, переплетаем и затягиваем. Смотрите, как все это выглядит. Я до конца ряд еще не затянула. Нам необходимо наложить тринадцатый ряд сверху на одиннадцатый. Вот таким образом. Вот так должно получаться. И далее плетем четырнадцатый ряд. Он состоит из десяти желтых бусин. Набрали, переплетаем и затягиваем. Должно получаться вот так. Будьте внимательны. Ряды накладываются один спереди, другой сзади. Потом снова спереди и сзади. Таким образом у нас юбка будет выглядеть красиво и объемно. После того, как вы сплетете все ряды, нужно будет придать форму платью. Итак, плетем пятнадцатый ряд. Он состоит из десяти желтых бусин. Переплетаем и затягиваем. Далее набираем шестнадцатый ряд. Он состоит из одиннадцати желтых бусин. Переплетаем и затягиваем. Вот так. И набираем семнадцатый ряд. Он состоит из одиннадцати желтых бусин. переплетаем и затягиваем и вот такое основание у нас с вами уже есть теперь нам необходимо сплести 18 ряд и из него сделать красивые воланы набираем на любую из проволочек 13 желтых бусин вот так и теперь немножко отодвигаем его поближе к плетению вот так смотрите внимательно вот проволока на которой у нас нет никаких бусинок и мы пропускаем ее через самую крайнюю желтую бусинку через эту и немножко подтягиваем но не до конца затягиваем чтобы нам было легко плести воланы далее на эту же проволоку которую мы проплели через первую желтую бусину мы набираем 5 золотых бусин сделали это и отправляем к плетению должно получиться вот так и теперь будьте внимательны теперь мы считаем первая бусина мы ее проплели вторая и третья мы их не проплетаем и через четвертую мы пропускаем проволоку насквозь вот так и затягиваем смотрите чтобы не было заломов проволоки и вот у нас очертание первого волана готовы далее на эту же проволоку мы набираем 5 золотых бусин набрали и отправляем к плетению и продолжаем считать вот эту бусину мы проплетали она 4 от края пятую шестую мы не проплетаем и через седьмую мы пропускаем проволоку насквозь для того чтобы легче было я не затягивала плетение плотно должно получиться вот так и затягиваем проволочку тоже делаем это не плотно фокус-покус будет в конце и далее на эту же проволоку мы набираем снова 5 золотых бусин отправляем их к плетению седьмую бусинку мы с вами проплели восьмую девятую мы не проплетаем через десятую проходим насквозь проволокой вот так и снова подтягиваем проволоку и вот уже 3 воланчика готовы все достаточно расслабленно подтягивать будем потом и на эту же проволоку мы набираем снова 5 золотых бусин и это уже четвертый волан набрали и отправляем к плетению и завершаем наше плетение снова пропускаем две желтые бусины и в самую крайнюю бусинку вот в эту с самого края нашего ряда мы пропускаем проволоку насквозь и подтягиваем ее и теперь финальная часть плетения воланов с этой стороны нам необходимо затянуть проволоку с двух сторон для того чтобы у вас легче это получилось проволоку чуть-чуть согните там где у нас золотые петельки и тогда у вас ряд у ляжется ровнее такой вот маленький лайфхак после того как вы все подтянете получится вот таким вот образом главное очень плотно и крепко затягивайте проволоку но смотрите не порвите и потому что она еще и тонкая и набираем 19 ряд снова повторяем 13 желтых бусин вот таким образом снова отправляем весь ряд к плетению вот так и теперь берем конец проволоки на которой у нас нет бусин и пропускаем ее через самую крайнюю желтую бусину ряда вот так и подтягиваем снова все достаточно расслаблено для того чтобы легко сплести воланы на эту же проволоку которой мы только что проплели мы набираем 5 золотых бусин набрали и отправляем к плетению вот таким образом и теперь повторяем плетение как в восемнадцатом ряду первая бусинка переплетена вторую третью мы не трогаем а в четвертую мы пропускаем проволоку насквозь вот таким образом и затягиваем конец проволоки и вот первый валан готов теперь на эту же проволоку мы набираем с вами снова 5 золотых бусин отправляем их к плетению и продолжаем считать раз два три четвертая переплетена пятая шестая не переплетается и в седьмую мы пропускаем конец проволоки вот таким образом и затягиваем конец проволоки и вот второй валанчик у нас готов теперь на эту же проволоку мы набираем снова 5 золотых бусин отправляем их к плетению и продолжаем считать смотрите раз два три четыре пять шесть седьмая переплетена восьмая девятая бусина мы их не переплетаем и через десятую пропускаем проволоку вот таким образом и затягиваем конец проволоки и завершаем плетение валанов набираем последний валан он состоит из пяти золотых бусин отправляем бусины к плетению и теперь нам необходимо завершить плетение валана смотрите снова бусинка у нас переплетена 10 11 12 мы не трогаем а через 13 самую крайне мы пропускаем конец проволоки вот таким образом и затягиваем его смотрите внимательно чтобы не было никаких заломов проволоки и теперь нам необходимо весь 19 ряд затянуть для этого я валанчик немножко вот так вот поправляю чтобы они у нас уже красиво лежали и затягиваю концы проволоки слева и справа я надеюсь что у вас все получилось и теперь нам необходимо сплести двадцатый ряд он состоит из 14 желтых бусин набрали переплетаем и затягиваем и набираем двадцать первый ряд он также состоит из 14 желтых бусин переплетаем и затягиваем после того как вы все затянете это выглядит вот так и теперь набираем последний ряд двадцать третий он состоит из 14 желтых бусин набрали переплетаем и затягиваем после того как вы все сплели должно получиться вот так теперь нам необходимо завершить плетение и для этого мы берем конец проволоки и начинаем закреплять ее пропускаем конец проволоки между вторым и третьим рядом вот так далее по пропускаем конец проволоки между рядами вот так и затягиваем смотрите чтобы не было перекруто в проволоке чтобы нигде не цеплялась за воланы и я хочу закрепить еще один раз вот здесь поближе к воланам вот так пропустила конец проволоки и затягиваю ее вот так и лишнюю проволоку отрезаем ножницами должно выйти вот так и теперь с другой стороны делаем то же самое протягиваем конец проволоки между вторым и третьим рядом снизу вот здесь затягиваем потом между четвертым и пятым рядом вот так и затягиваем и делаем последний виток между шестым и седьмым рядом вот так и затягиваем и лишнюю проволоку отрезаем ножницами после того как вы все сделали должно получиться вот так теперь необходимо придать объем юбки вот такая милашка у нас с вами получается и теперь делаем прическу и для этого просто скручиваем хвостик вот так и выкладываем его вперед и вот такая милая красавица были у нас с вами получилось я надеюсь что мастер-класс для вас был понятным оставьте пожалуйста комментарий все ли было ясно ставьте лайки подписывайтесь на канал не забудьте нажать на колокольчик для получения уведомлений о новых видео с вами была стася иванова всем творческих успехов и вдохновения пока